Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Вот уже месяц мы освещаем пандемию коронавируса в основном с медицинской точки зрения. Сейчас мы знаем о вирусе гораздо больше, чем знали в марте и феврале, что радует. Факты всегда лучше предположений. Но возможно мы увлеклись и уделяем слишком мало внимания многим миллионам американцев, чье здоровье никогда серьезно не пострадает от вируса. Итак, внимание вопрос, как дела у них? Более 30 миллионов остались без работы. 30 миллионов. Трудно даже осмыслить, что означает эта огромная цифра, что это будет значить через 5 лет. Чтобы вы знали, это вдвое больше, чем во время экономического спада 2009 года. У нас ушло 10 лет на восстановление. По сути, средний класс так и не смог оправиться. Сколько времени понадобится в этот раз? Этот вопрос вызывает ужас. Многие лидеры боятся даже задуматься об этом. Подобный вопрос ставит под сомнение их политику, так что они намерены его игнорировать, но еще больше они хотят, чтобы его игнорировали вы. Вам строжайшее запрещено думать об этом и тем более говорить. Сколько раз на этой неделе вы переходили по ссылке, которую отправил вам друг, и обнаруживали, что видео удалено с Ютуба, потому что в нем критикуют чиновников. В истории нашей страны такого никогда не было. Мы всегда кичились своей свободой. Но это происходит, и не только онлайн. Комиссар полиции Нью-Йорка заявил, что политические протесты в крупных американских городах запрещены. На какой срок? Ну, это решает его босс, Билл де Блазио. Так что потерпите. Здорово, когда избирателям запрещено тебя критиковать. Как пояснил комиссар, это теперь закон. Цитирую. Это законы, принятые указами исполнительной власти. Да, уловили. Принятые указами исполнительной власти. Но погодите, указы по определению не принимаются. Никакой законодательный орган их не подписывает. Это прямые указания, поэтому они и называются указами. Какая разница? Детали. Заткнитесь. Казалось бы, хоть один судья, ратующий за свободу, должен что-нибудь где-нибудь сделать. Они постоянно придумывают новые права для мигрантов. Обычно это право получить что-то за ваш счет. Может, в этот раз нам тоже что-нибудь перепадет. А вот и нет. Ты просто американец. Делай, что говорят. Шелли Лютер усвоила этот суровый урок. У нее салон красоты в Далласе. В марте он прекратил работу по распоряжению правительства. Шелли Лютер полностью потеряла источник дохода, когда закрыла салон по требованию наших лидеров. И она ждала. 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 Спустя месяц ее бизнес все еще был закрыт. Денег у нее не осталось. Наконец она решила, что выбора у нее нет. 24 апреля она открыла салон. Ей предписали не делать этого. Выписали повестку. Но она все равно открылась. Владелец салона в Далласе Шелли Лютер борется за право работать, вопреки приказам властей. Она порвала выписанную ей повестку в суд. Я могу служить примером. Они или отстанут, или... Я не знаю. Я не собираюсь закрываться. Я могу служить примером, сказала Лютер. Она предположила, что другие предприниматели в Далласе последуют за ней. Правительство тоже хочет сделать ее примером. Только другого рода. Полиция арестовала Лютер. Она предстала перед окружным судьей по имени Эрик Мой. И здесь Лютер не повезло. Мой напрочь лишен чувства ответственности. Он орудия политиков, активист Демократической партии по собственному определению. Он однажды разослал письма, в которых обвинял судью Верховного суда Кларенса Томаса в расовом предательстве. Эрик Мой прочитал Шелли Лютер лекцию о том, насколько она плохой человек. Смотрите. Вы повели себя эгоистично. Вы поставили свои интересы выше интересов вашего сообщества. Вы пренебрегли распоряжениями властей штата, округа и города. Напыщенный болван. Но у него власть, он судья. И Шелли Лютер сидела перед ним. Нужно отдать ей должное. Она не испугалась. Она не стала пресмыкаться, извиняться и молить о прощении, чего Мой и хотел. Она сказала судье очевидную правду. Для людей, оставшихся без зарплаты, гарантированной налогами, такой карантин обернулся катастрофой. Сэр, я не согласна с тем, что мои действия эгоистичны. Потому что необходимость кормить детей — это не эгоизм. Мои стилисты сами остаются голодными, чтобы накормить детей. Так что, сэр, если вы считаете, что закон важнее детей, вы носите свое решение, но я не собираюсь закрывать салон. Необходимость кормить детей — это не эгоизм. Моя это не тронуло. Ему не нужно волноваться о своих детях. Он закончил школу права в Гарварде. Статья «Вашингтон-Пост» описывает его как, цитата, «имеющего слабость кубинским сигарам и хорошим стейкам». Какой позер. Как судья, Мой продолжает получать зарплату — 150 тысяч долларов — все это время. Карантин для него не проблема. Он может позволить себе любые стейки, по крайней мере, пока идут поставки мяса. Мой приговорил Лютер к неделе тюрьмы. Вот что происходит в Далласе. Мелких предпринимателей на грани разорения, сотрудники которых испытывают проблемы с покупкой продуктов, наказывают за попытку заработать на жизнь авторитарные шуты, тупицы, живущие за счет налогов с бизнеса. Как вам такое? Между тем, настоящие преступники выходят на свободу. Недавно в Далласе из окружной тюрьмы начали освобождать свыше тысячи заключенных. У некоторых серьезные статьи. Власти сказали, у них нет выбора, им нужно спасти заключенных от вируса. От того же вируса, которым, находясь в камере, может заразиться Шелли Лютер, пытавшаяся честно заработать на жизнь. Трудно поверить, но, к сожалению, это реальность. Это происходит прямо сейчас. Я играю на гармошке, У прохов На виду Даже лень День рождения Только раз в год Моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-моя-м